Приветствую вас, Валерий. Я думаю, что вам изначально желательно изучить треугольник Карпмана, в котором вы сейчас находитесь, занимая позицию жертвы, к сожалению. То есть вы оказались для себя в такой ситуации, когда вы не можете ни на что повлиять. То есть почему-то и на развод вы подать не можете, вот. По каким причинам не говорите, по каким причинам вы не можете подать на развод, хотя это ваше прямое право и, в общем-то, это сделать проще простого. Вот. Именно с точки зрения реализации, с точки зрения вашей решимости, это, конечно, не проще простого. Я понимаю. И, с другой стороны, вас очень сильно задевает то, что ваша жена сейчас с другим мужчиной. Вот. То есть вы эту ситуацию воспринимаете на свой счет, Валерий. И это также является очень серьезной проблемой, потому что воспринимать на свой счет действия другого человека, вот, крайне неблагодарная история. Вот. Крайне тяжелая история, вот, крайне такая, знаете, я бы сказал, иссущающая история. Вот. То есть очень-очень и очень тяжело воспринимать на счет, вот именно, да, на свой счет просто делает другой человек, вот. Потому что кажется, что все, что этот человек делает, все, что он делает, кажется, все это вас призвано задеть вас, призвано, там, унизить вас и прочее. И прочее, 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 прочее. И мне думается, что причиной того, почему вы столь болезненно реагируете на действия своей жены заключается в том, что вы не уверены в себе. Вы просто не уверены в себе. И вот эта не уверены в себе, ваше, то есть ваше, ваше сомнение в себе, собственно говоря, вам и мешают. И эти сомнения, ваши сомнения в себе, в самом. И превращают вашу жизнь в ад, в буквальном смысле, в буквальном смысле. Делая ее зависимость, условно говоря, делая ее зависимость от другого человека. Ну, в данном случае речь идет о вашей жене, которая причиняет вам боль тем, что живет сейчас с другим мужчиной. По факту. Ну, по сути. По сути дела. Вот. Такая вот история. Ситуация здесь именно такая. Я считаю, что вам крайне желательно с одной стороны не принимать на свой счет того, что делает ваша жена. С другой стороны, сформулировать собственное отношение как можно более адекватное самому себе. Вот. Вот. И именно, именно тогда, вы сможете, как бы, эту ситуацию опустить. Именно тогда. Именно, в таком случае, вы сможете это сделать, Валерий. То есть, совет, советы здесь, как, в общем, правильно мои коллеги сказали, советов здесь, в принципе, нет. Вот. Потому что, есть определенные основания, по которым вам, ну, по которым вы, точнее, чувствуете себя так, как чувствуете. Есть некие основания, по которым вы ощущаете себя так, как вы ощущаете, в том смысле, да, что, вот, вам плохо. Это вызывает какие-то чувства. И, конечно же, вас это выводит из себя. Ну, то есть, выводит из душевного равновесия. Вот. И, в общем-то, это вполне себе понятная история, это вполне себе естественно, что ваша ненависть является такой вот защитной реакцией против того, что вы не принимаете в себе вот какие-то истории, не принимаете в себе какие-то моменты. Вот. И вам действительно, действительно это, значит, это действительно тяжело. Вот. Это действительно очень сложно. Но, все это можно исправить, все это можно подкорректировать, все это можно, так сказать, выровнять. Вот. Вопрос заключается только в том, готовы ли вы это делать, да? То есть, ну, а готовы ли вы этим заниматься? Готовы ли вы заниматься психотерапией? Вот. Если готовы, если готовы, то в таком случае, все у вас, в принципе, ну, более чем получится. Да? Вот. Вот. Если готовы. Если нет, то, ну, в таком случае, ситуация будет складываться, для вас ситуация будет складываться, ну, на мой взгляд, крайне негативно. Потому что, ну, вам будет тяжело, вам будет тяжело просто. Ну, вот. Так что решать исключительно вам, в этой ситуации, как, как и что делать, как поступать. Я надеюсь только что решение будет правильно. Ну, вот. Обязательно просите про треугольник Карпмана, пожалуйста. Это очень важно. Для вас. Вот. А дальше уже, я думаю, вы сможете решить, что вам делать. Вот. А, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. А, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.